В России создают Путиняну, двухтомник о президенте России с рабочим названием «Путин-наставник». На вопрос, чему вас научил Владимир Путин, ответят лидеры общественного мнения и обычные люди. Авторы утверждают, что это не заказ администрации президента. В нашей студии моя коллега Ирина Нагорных, приветствую, которая сегодня на сайте РТВА опубликовала большой материал об этом намечающемся двухтомнике. И глава объединения наставников, руководитель экспертно-аналитического центра РАНХИКС Николай Калмыков. Приветствую вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Ирина, если позвольте сначала к вам, можете нам и зрителям рассказать более подробно, что вам удалось узнать, что за двухтомник такой намечается. А потом Николай поправит, если что-то вдруг не так. Хорошо. Прежде всего мне стало известно о том, что в администрацию президента поступило письмо, в котором содержится идея написать книгу о наставничестве главным героем, который был бы Владимир Путин. Меня очень заинтересовала эта тема. Я обратила внимание на то, что среди предложений есть также проведение молодежного форума, в котором бы принял участие президент, с которым можно было бы обсудить идею этой книги. И среди авторов этого письма я обнаружила нашего гостя в студии Николая и обратилась к нему за комментариями. Выяснилось, что уже есть сайт, где собираются мнения любых людей простых, которые хотели бы высказаться о Владимире Путине. В том числе сказать ему спасибо, проанализировать его поступки и поблагодарить за то, что он сказал, сделал или чем-то вдохновил. Вот. Поэтому мы решили написать статью и выяснили, что это целый труд о наставничестве. Ну, может быть, Николай пояснит. Какая-то новая идеология, что ли? Поясните, Николай, пожалуйста. Ну, на самом деле, не новая идеология, конечно. Мы решили пойти следующим путем. У нас есть действительно работа, которая будет из двух томов. Первый том – это в целом о наставничестве в Российской Федерации, в России, исторический опыт, имеющийся сейчас. С одной стороны, потому что мы занимаемся популяризацией наставничества в отношениях общественной деятельности. А вторая же часть – это действительно инициатива, которая поступила у нас от молодежных активистов. Это даже не моя изначальная инициатива была, то есть я ее поддержал как руководитель организации общественной. И мы решили сделать очень простую историю, что есть определенные примеры и поступки, которые совершил наш лидер, наш президент. Вот. Это определенные высказания, это определенные приоритеты, которые он расставляет в своих выступлениях. Это определенные примеры реакции и действий в сложных международных, в том числе, ситуациях и внутриполитических. И вот эти истории, они на жизни конкретного человека отражаются по-разному. Каждый свой урок из этого может извлечь, каждый по-своему может это воспринять. И здесь мы хотели как раз-таки разложить на конкретных примерах, кого и чему научили те или иные поступки, те или иные действия нашего президента. То есть это происходит в формате того, что не то, что мы только пишем сами за всех. Есть действительно сайт, специально сделанный для этого, мойнаставник.ру, на котором любой человек может сейчас зайти, написать определенные свои комментарии с предложениями о том, какие строки могли бы потенциально войти в эту книгу. То есть каждый человек может оставить свою страницу, каким образом повлияло на его жизнь то или иное событие, то или иное действие. И чтобы из этого получилось не просто описание, вот столько спасибо, вот хорошо, похвалили и так далее, а разбор именно управленческих практик. Скажите, ну это такая, у меня, вот я слушаю вас, у меня в голове всплывает слово «рухнама», если помните, что это. Ну, скорее, знаете, это такое. Поясню нашим зрителям, что это не некая книга, которая была написана с Апрмуратом Ниязовым, предыдущим президентом Туркмении. Ну, не совсем. Это, скорее, наверное, учебник менеджмента на примерах. Это рассмотрение конкретных кейсов, конкретных ситуаций, которые в том числе могут рассматриваться критически, потому что то или иное событие, оно привело к разным последствиям. Где-то есть все идеально, где-то могут быть ошибки, это нормально. Но мы это рассматриваем как возможность рассмотреть кейс, чтобы учитывать это в будущем. Будущим поколением управленцев, молодежных различных лидеров, общественных деятелей, политических активистов и так далее. Чтобы можно было проанализировать эту практику с тем, каким последствиям приводят те или иные действия. Я так, насколько я понял, Ирина спрашивала у вас, есть ли участие администрации президента в создании этого двухтомника. Вы сказали, что это исключительно инициатива. Это абсолютно наша общественная инициатива. С Кремлем не связана. Но в Кремле, насколько я понял, Ирина, там ждут появления. Ну, те сотрудники администрации, с кем мне удалось переговорить, они сказали, что они не знают об этой книге, о написании ее и не заказывали эту книгу. Но, естественно, те люди, которые хорошо представляют официальную идеологию, они понимают, что вне зависимости от того, инициирована она Кремлем, или, может быть, Николай со своими друзьями, группой авторов, инициировали ее снизу, она укладывается в официальную идеологию прекрасно. На каком-то этапе, я думаю, что они абсолютно найдут консенсус. Найдете консенсус, Николай? — Мы приглашаем к участию всех заинтересованные лица. Если коллегам, в том числе из администрации, есть возможность рассказать о том, как они увидели, с чему они научились, свой управленческий опыт, исходя из этого, конечно, это тоже было бы замечательно. То есть мы направили письмо, абсолютно этого не скрываем, а то, что мы планируем такую работу написать, и, конечно, будем рады любой поддержке. — Вам ответили на это? — Пока еще нет, мы не так давно отправили письмо. В данном случае это, скорее, возможность собрать практики, которые потом можно тиражировать. И зачастую молодому поколению ребятам не всегда бывает понятно те или иные действия, и их можно рассмотреть будет на конкретных примерах с анализом более глубоким. Это возможность ориентироваться просто в тех или иных событиях, действиях и фактически учиться, в том числе, на таком примере, как президент. — То есть в каком-то смысле мы, открыв эту книгу, я пойму, что все решения, которые принимаются в России последние 18 лет, это решения одного человека. Что не существует институтов, не существует разделения властей, есть только наставник В.В. Путин. — Ну, опять же, я с вами не соглашусь с точки зрения посылы такого. Это рассмотрение конкретного примера конкретной личности. Если мы откроем там поисковики, мы можем найти достаточно большое количество аналогичных книг про зарубежных президентов. И есть целые серии изданий о президентах США. И никто не стесняется того, что такие книги пишутся. Это нормально, когда есть возможность просмотреть с разных сторон разные практики. Ну, почему мы не можем черпать управленческие практики, исходя из нашего президента? Поэтому мы решили, что такая работа будет, наверное, полезна. Кому-то она может понравиться, кому-то нет. Но это разбор, это возможность собрать информацию, а как кто прочитает, это уже человек должен сам мыслить уметь. — Можете пояснить мне и нашим зрителям вообще идею слова «наставник»? Почему «наставник» именно? Почему не руководитель, не лидер, не духовный отец, не президент, в конце концов? Наставник. — Смотрите, есть понятие, ну, больше англосаксонское, это ментор, да, оно говорит только про профессиональные качества определенные. Наставничество, оно предполагает и личностные, и профессиональные определенные посылы, которым наставник может быть передан. Наставником может быть человек, который с вами очень долго и вместе с вами работает. Наставником для вас может быть человек, которым зачастую вы один раз встретились, но это позволило вам действительно найти какие-то жизненные ориентиры. Даже один простой совет может многое поменять. Я в своей жизни могу точно так же привести примеры людей, которых я могу назвать наставниками. Это был мой научный руководитель, это, конечно же, родители, это, конечно же, люди, с которыми я работал в каких-то ситуациях сложных, у которых было чему научиться. Но это не только мне дали вот тебе учебник, вот тебе экзамен, да, это действительно возможность перенять опыт и личностного поведения, и профессионального. Поэтому мы именно это слово здесь и берем. У нас как раз и создана под общественной организацией объединение наставников, где уважаемые люди разных совершенно сфер, разных политических предпочтений, разных партий выступают в качестве наставников и готовы безвозмездно, подчеркну, помогать тем, у кого есть какие-то перспективные инициативы о развитии страны и в бизнесе, и в общественной сфере, и в творческой и так далее. Ирина? Человека действия. Была такая стратегия 2020, когда Сурков руководил политическим блоком Кремля. Именно книги рисовали образ Путина как человека действия, стратега. Сейчас, по прошествии многих лет, возник проект-приемник. В общественном сознании, скажем так, администрация президента пока дистанцируется от него. И в этой связи очень важно придать в общественном сознании людям уверенность, что президент наш и в силу возраста, и в силу его опыта управленческого, он должен занимать другой статус. Это некие мазки к портрету Владимира Путина, которые представят его в наиболее выгодном свете. Скажите, Николай, в завершение, если позволите, сколько вы предполагаете вести работу, когда книга может появиться? Мы, на самом деле, заявили, что мы в течение этого лета собираем предложения. То есть вы тоже можете написать свою страницу в эту книгу, кстати, и всю редакцию приглашаем. То есть каждый слушатель действительно сможет сейчас написать свое предложение на сайте. Мы их все собираем, анализируем. Естественно, мы выбираем то, что действительно имеет отношение вообще к этой повестке, потому что есть разные отзывы, будем честно скажу. Есть ситуация, когда человек на своей жизни просто пытается рассказать, предлагает об этом написать, без привязки вообще к повестке данной книги. Бутка гласности. То есть в любом случае мы из этого собираем материал. Я думаю, что к осени мы этот материал сможем довести уже до финала, потому что у нас первый том, именно о наставничестве как таковом, он у нас уже практически готов. То есть сейчас у нас как раз-таки вторая часть, это которая именно управленческие практики на основе опыта нашего президента. И действительно, мы рассматриваем возможность за лето собрать материал. То есть к осени, к началу нового политического сезона, как раз уже книга может быть. Да, приглашаем вас к участию. Спасибо. Благодарю вас, моя коллега Ирина Нагорных и глава объединения наставников, руководитель экспертно-аналитического центра РАНХИКС Николай Калмыков в студии РТВ. Редактор субтитров А.Семкин